13 декабря, понедельник, состоялось общественное обсуждение проекта плана мероприятий Кабмина по реализации нацпрограммы развития республики. До 26-го года зампред Кабмина Идиль Байсалов рассказал, какие меры будут приняты для ее реализации. Начинает работать узбекско-кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 50 миллионов долларов. Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики. Сто малообеспеченных семей получили гуманитарную помощь. Многодетным семьям и людям с инвалидностью из Бишкека и Чуйской области выдали потонни угля и продуктовые наборы. Подписан указ о неотложных мерах по обеспечению конституционного права детей на получение начального, основного, общего и среднего общего образования. Указ подписал президент Садыр Чапаров. 14 декабря, вторник, состоялась от церемонии обручения президентских стипендий 80 лучшим студентам вузов страны. Садыр Чапаров в своей речи подчеркнул заслуги молодых людей, которые стали примером для других, удостоившись президентской стипендии. В городе Дубае состоялся национальный день Кыргызской республики в рамках выставки «Экспо-2020». В знаменательном событии принял участие председатель Кабмина Клбек Джапаров. Вместе с эмиром Дубая Мохаммедом Ибн Рашид Аль Мактумом он посетил также национальный павильон республики. На берегу реки Козубаглан в Лелекском районе строится малая гидроэлектростанция «Проект». Общей стоимостью 7 миллионов долларов реализует отечественный инвестор. Студентка государственного музыкального училища имени Куренкеева Сабина Исраилова стала обладательницей третьей премии 25-й юбилейной международной московской «Романсиан». 15 декабря среда Центризбирком подвел итоги голосования и определил результаты выборов депутатов Чугур-Кукинеша по единому избирательному округу. Шесть политпартий преодолели 5-процентный республиканский порог и проходят в парламент. Состоялся государственный прием с участием президента Садрача Парова в год 30-летия независимости Кыргызской Республики. Усовершенствование и повышение эффективности системы госзакупок обсудили в этот день на общественном слушании проекта закона о государственных закупках. Государственная налоговая служба в Бишкеке и Аше осуществляет масштабные мероприятия по уточнению дислокации субъектов предпринимательства. В селе Чурбек Лелекского района Батгенской области впервые за 90 лет построили типовую школу, отвечающую всем современным требованиям. 16 декабря, четверг, за защиту целостности и суверенитета государства, почетный знак боевого знамя войсковой части 64-479 ГКНБ вручил президент Садр Джапар. Глава государства принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Стороны обменялись мнениями по текущим актуальным вопросам совместной деятельности в рамках ЕАЭС. Таможенная служба подвела итоги года. За 11 месяцев ведомство выявило 2227 фактов таможенных правонарушений и собрано таможенных сборов больше, чем на 41 миллиард суток. Всемирные грекочевников включены в список лучших практик ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. 17 декабря пятница по инициативе президента Организация Объединенных Наций объявила 2022 год Международным Годом Устойчивого Горного Развития. Главной типографии страны УЧКОН 95 лет. Сегодня типография выпускает не только газеты, журналы, книги, но и избирательные бюллетени для выборов. В АШЕ презентовали новую программу развития туризма. Был представлен логотип города, разработанный для города с тысячелетней историей. В Бишкеке прошел дружеский футбольный турнир. Во встрече приняла участие команда администрации президента во главе с главой государства. На центральной площади Аллато в Бишкеке зажгли главную елку страны. 18 декабря суббота президент Садыр Джапаров подписал указ о поддержке развития туризма. Постановлено создать в госучреждении фонд поддержки развития туризма в Кыргызстане, разработать и утвердить положение в Национальном совете по развитию туризма. Садыр Джапаров в рамках рабочей поездки в Джалавадскую область принял участие в открытии нового здания управления ГКНБ под Джалавадской области. Также глава государства посетил закрытое акционерное общество Кыргыз Петролиум Компани при Кыргызнефтегазе главу государства. Проинформировали о деятельности промышленной компании, рассказали об итогах работы предприятия за прошедший год и планах по его модернизации. Задержаны и водворены в ИВС из ОВКНБ сотрудник Генпрокуратуры и сотрудник ОАУ БМЗ по факту коррупции.